В эфире радиорубка и Ксения Егорова. На волне 102.0 мы только что услышали позывной повестка. Сигналы играют за 15 минут до подъема флага. Сегодня гость нашей радиорубки, профессор Мархи, член Союза архитекторов России Александр Иванович Хомяков. Сегодня поговорим о градостроительной политике города. Здравствуйте. Здравствуйте. Агентство стратегического планирования Севастополя закрывается. Вы работали там на должности главного архитектора. С чем это связано? Очевидно, что это связано с тем, что сейчас такие экономические условия, что не до стратегических вопросов. Сейчас надо решать тактические вопросы. Сейчас актуально все то, что приносит эффективные результаты. То есть сегодня сделали, завтра получили. Понятно, что наша деятельность, она устремлена в будущее. И сейчас она, может быть, даже действительно неэффективна. Поэтому решено было пока остановить нашу работу. В Севастополе вас знают как создатели архитектурного решения 35-й береговой батареи. Очень интересно, что вам удалось сделать за период пребывания в должности главного архитектора агентства? В общем, в целом было разработано где-то порядка, наверное, 18-20 территорий. Разрабатывались они на концептуальном уровне. То есть мы давали решения по планировке и по общим архитектурным каким-то характеристикам. Все это выставлялось недавно в законодательном собрании. Все это освещалось, опять-таки, на общественных слушаниях. Севастополь – город особый, конечно, и по ландшафту, и по планированию. Какие проблемы вам приходилось решать? То есть вы назвали 18-20 территорий. С какими проблемами вам пришлось столкнуться именно на стадии планирования? Вот что приходилось решать? Севастополь – это полностью, полностью город, который нуждается в полном преображении. То есть вот я ехал и ловил себя на мысли, где что-нибудь вот такое увидеть, вот чтобы… Нет, таких участков я не увидел. Каждый участок вот вдоль, во время всего пути, вот везде какие-то изъяны, везде какие-то ущербы, ущербные территории. Ну, в общем, очень печально все это. Конечно, понятно, что за полтора года так не решается, это все не делается. Значит, начинается все время с главных каких-то магнитных центров для города. Мы говорили, что это матросские бульвары, это Синяринский сквер, это территории, которые окружают горку Севастопольскую. Но потом, ведь мы понимаем, исторический центр это не весь Севастополь. Есть у нас такая одиозная территория, как Херсонес. Есть другие места, Парк Победы, есть Малахов Курган. Это не в центре, но это все святыни города. Поэтому вот по этим намоленным местам города мы и прошлись первые полтора года. Были сделаны буклеты, повторяю, все это было обнародовано, рассказано и показано. Главные участки города, мне кажется, мы за эти полтора года сочинили. Мы сочинили и осознали, что там должно быть. Если говорить о ключевых точках города, я знаю, что вы с собой в студию принесли некие иллюстрации вашей работы. Что это за работа и что решалось? Да, начинали мы с таких идей по созданию нового административно-делового центра. Это была наша первая работа на зеленой горке, квартальная застройка, пониженная этажность, 5-6 этажей. Сюда планировалось вывести в основном все правительственные функции, бизнес и так далее, освободив центр для этого. Второй такой участок был тоже из-под программы. Тоже, в общем, вещь довольно такая радикальное создание аэропорта Херсонес, на старом Херсонесе. Насколько мы поняли, это не особо было принято, но была сделана такая яркая работа. Она абсолютно реальна, по мнению специалистов. Вот и в ней пигенпланы рассматривали. Ну, потом парковые пространства, Матросский бульвар, Синявинский сквер. Мы занимались историческим бульваром, Малаховым курганом. Были работы у нас сделаны по территориям университета, Севастопольского технического университета. Были разработаны предложения по регенерации вот этой территории в Голландии под функцией университета. Много было чего сделано, сейчас сложно что сказать. Вот заканчиваем мы на такой интересной теме создания парка русского исхода, парка примирения. Значит, эта территория расположена между артбухтой и карантинной бухтой. Значит, растягивается она на всю вот эту территорию, где раньше был 24-й железобетонный завод, где всевозможные были производственные базы, военные и так далее. Александр Иванович, в связи с этим вопрос, вот вы говорите о многих градостроительных ошибках и то, что видно невооруженным глазом, и даже человеку, у которого нет специального образования. Что в итоге сейчас делать и чьи интересы учитывать? Потому что Севастополь город, с одной стороны, конечно, с великой историей, и это база ВМФ, и это в то же время здесь живет просто очень много жителей, которые должны как-то этот город воспринимать и любить, и воспринимать его именно как целое. Вот чьи интересы должны учитываться? Интересы должны все учитываться, и военных, и исследователей, и студентов, и жителей, и пенсионеров. Я не знаю, как на такие вопросы отвечать, чьи интересы. Все, кто живет в городе и работает, конечно, безусловно, это город для всех, о чем недавно Владимир Владимирович Путин внятно сказал, что это не только военная база, здесь должны абсолютно органично развиваться все спектры современного нашего общества. Это я просто к генплану подвожу. Вот насколько здоровое, на ваш взгляд, будущее в градостроительной отрасли Севастополя. И мы знаем, что принятие генплана откладывается. На каком этапе сейчас работа над генпланом? Что происходит? Ну, по генплану я не слышал, что он откладывается. Я, наоборот, слышал, что в декабре была сдана первая часть генплана. Это существующее положение. Сейчас наши специалисты из Москвы сюда регулярно приезжают, работают с департаментом градостроительства, собирают дальнейший необходимый материал. Нет, это, в общем, вещь, она плановая, и здесь откладываться особо ничего не может, несмотря на какие-то там... Это запрограммированная работа, она государственная, она идет. Вы что-то изменили бы в существующем положении дел? Может быть, что-то надо делать быстрее, на ваш взгляд? По генплану? Да. Были разработаны концепции, варианты концепции развития генплана. Они обсуждались в апреле 2015 года. Насколько я знаю, тоже широко это все рассматривалось. И там были разные точки зрения. Был конкурс, были выбраны окончательные исполнители. Насколько я знаю об общей концепции генплана, нет. Там никаких таких новаций, радикальных вторжений в городскую среду не планируется. Хотя, повторяю, все должно быть обновлено где-то в рамках историзма, а где-то в рамках нового мышления. И чтобы просто не пришлось потом бороться с точечной застройкой? Такая проблема есть у Москвы, например. С точечной застройкой где-то и не надо бороться. Она где-то нужна, может быть. Это все такие длительные вопросы, дискуссии. Я вот вам другое хочу сказать. Вот последние несколько месяцев мне пришла в голову такая мысль. создать некий гид-путеводитель по Севастополю, как будто он был бы уже в идеальном состоянии. Идеальный город. Да, идеальный город. Это утопия, это отчасти следовательская работа, отчасти публицистическая работа. Она могла бы быть вот по результатам нашего полуторагодичного марафона проектного. То есть вы открываете гид, ну, книжечку такую с картинками. И там все абсолютно реально написано. Вы вышли на такую-то площадь. Здесь вы видите то-то и то-то. Вы пришли к парку, к входной зоне Парка Победы. Значит, вы видите то-то, то-то, то-то. Вы идете дальше, справа, вот слева вы выходите на море. И вот все расписать, чтобы действительно каждый горожанин Севастополя видел, к чему надо идти, к чему надо стремиться. Можно и сайт создать, чтобы все там... Либретто, да. Были какие-то сайты, я помню, был такой сайт Севастополь. Как-то там негативный какой-то термин. И там собиралось все плохое. На этом сайте все неправильно. Вот я бы наоборот бы сделал сайт. Город... Нет, комфортный город у моря. Фабула. Фабула, значит, суть. Фабула-комфортный город у моря. И вот сайт ли это? Я это видел в виде какого-то такого гида. Конечно, вектор сознания нужно как-то у горожанина, да и у всех, кто занимается судьбой Севастополя, как-то направлять. Все-таки, вот как вы считаете, судьбу архитектурного облика города, в принципе, должны решать профессионалы или власти стоит опираться на некое общественное мнение? Вопрос, скорее, философский. Ну, постоянно существуют конфликты между профессиональным сообществом и... Ну, конфликты существуют потому, что у нас более эмоциональная общественность. Более боевая такая. Я вот был на таких общественных слушаниях в Берлине. Делается новый парк. Вернее, не делается, а обсуждается. В субботний день с утра развешивают планшеты, играет джаз, бэнд, дают кофе, угощают грилем. Какая-то выставка, детские какие-то мероприятия. И днем приезжает сенатор Берлина с главным строителем города, с какими-то тоже сопровождающими, журналистами. И все мирно обсуждают там, что должно быть вот в этом сквере в парке. Значит, у нас все наоборот. У нас все это превращается в какие-то клейкушеские истерики, обведения. Но, к сожалению, застройщики тоже себя не всегда хорошо ведут. Я абсолютно с вами согласен. Это все безнадзорно, это воля полная. Понятно, что они ведут себя. Поэтому здесь я бы сейчас так сказал, что вот эти полтора года мы как-то ринулись в проектирование. А может быть, это немножко преждевременно. У меня сейчас такая мысль, просто надо что-то написать, выпустить такой альбом. Утопический, идеализированный. Но я город знаю с 2007-го, поэтому я знаю все эти участки, уголки, лестницы, террасы. Это же очень специфическая территория. Пляжи, подпорные стенки всякие. Это все можно вот сейчас увидеть, обдумать и сделать вот на компьютере коллажи и написать, как это должно быть. Александр Иванович, в связи с этим, кроме вот этого замечательного плана написания книги о будущем городе, как связаны ваши профессиональные планы с Севастополем? Нет, они связаны. Вот я говорю, я сейчас этим с удовольствием буду заниматься. Но буду заниматься уже в Москве. Там получается эффективнее, как-то, чем здесь. Там есть тоже цели, задачи. Но будем продолжаться. Мы занимаемся генпланом Севастополя. Вот вчера на художественном совете в администрации города мы обговаривали вполне конкретный участок, опять-таки, в центре города, Комсомольский парк. Договорились делать эскизы, надо придумать планировку, размещение аттракционов, надо сочинить какие-то эстетические приемы для решения. Вот абсолютно конкретный участок. Вот в ближайшую неделю я им буду заниматься. Сегодня утром ходил, снимал, фотографировал, что-то. Ну что ж, спасибо вам большое за ваши комментарии. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был профессор Мархи, член Союза архитекторов России Александр Иванович Хомяков. Союза архитекторов России Александрович Хомяков.